Добрый день. Хочу рассказать историю, которую недавно вспомнила. Не знаю, наверное, пару десятков лет, наверное, или чуть меньше, но где-то так. Так. Была статья в газете. Достаточно интересно. По тем временам очень много писали, ну, будем говорить, таких иногда типа мистических историй. Типа мистических историй. Так вот, там была такая статья, что у родителей девочка очень долго болела. Девочке было лет, наверное, 16. Вот так вот. Долго болела, они не могли её вылечить, не могли найти причину болезни. И в конечном итоге ребёнок умер. Родители очень сильно горевали. Пошли к бабушке. И эта бабушка посмотрела на воде, где она там смотрела. И она сказала, вы знаете, на вашего ребёнка была сделана порча. А каким образом? Она говорит, ну, фотография. Было непонятно. Она говорит, а у вас фотография на стене, висит её? Она говорит, да, висит. А вы посмотрите, что за фотографии находятся. Родители пришли домой. Вскрыли. А тогда портреты вот делали такие. Фотографии в рамочках были. Фотографии такие красивенькие. Фотографы готовили. И там висела такая же фотография этого ребёнка. Они открыли. А сзади, вот когда вскрыли заднюю стенку, там было очень много сухой травы и газеты. Газета была порвана и как бы заложена. Они очень удивились, пошли в ту фотографию, где салон фотографировали, заказывали фотографию. И претенец говорит, что это такое? А там говорят, а что вы удивляетесь? Мы всем почти так делаем. Почему? Потому что, говорит, фотография должна быть не плоской, а немножко выгнутой. Тогда она совершенно по-другому смотрится. И тогда мы просто закладываем то, что, будем говорить так, где бумагу, где газету, где сено какое-то, сухую траву, чтобы было мягко и она была немножечко выгнута. Тогда совершенно по-другому смотрится портрет. Ну, это посмотрите. Сухая трава. Сохнуть. Газета в то время, в то время, было, кстати, когда они смотрели эту газету, там была именно страница, где показывали, кто умер. Были в свое время, печаталось, кто умер в такое-то, в такое-то время. Там целые, будем говорить, некрологи были именно по этой теме. И вот эта именно страница попала туда. и имела воздействие на фотографию. Магические действия, если кто-то знает, поэтому очень часто на фотографиях задней стенки могут рисовать магические знаки. Смотря какие. Есть на позитив, есть на негатив. Почему? Потому что вот совсем недавно у меня где-то кристаллы волшебной воды, по-моему, вот мы говорили про как программировать себя через воду. И у меня есть такая вот вещь, когда я говорю, надо фотографировать. Не фотографировать. Возьмите фотографию там, где вы здоровая, молодая, красивая, в расцвете лет. Вокруг этой фотографии написали, например, здоровье, удача, успеха, карьера, ну и так далее. Все, что вы хотите, хотели бы иметь. Потом вы ставите воду. Вода заряжается. Она держит информацию о вашем образе, что вы красивая, молодая и все остальное. Потом эта информация, которая написана тоже, удача, успеха, это зарядка воды на вас. Конкретно на вас. И когда вы ее пьете, поэтому это та же самая зарядка, потому что на воду, вот посмотрите, которая воздействует, будем говорить так, на ваш организм, как бы перепрограммирование водой. Это у меня в Ютубе есть именно вот подбор именно вот этих видеороликов. А тут примерно вот то же самое. Только там была сухая трава. То есть делают, чтобы человек высох. Потом постепенно, вот как бы высыхает. Потом некрологи, вот эти все эти были. И это такое, видать, наверное, у девочки еще была слабая энергетика. И поэтому вот таким вот образом на нее так отразилось вот это перепрограммирование. Теперь мы знаем, почему-то я вспомнила именно вот этот случай. Давно это было. Продолжение следует...